МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День грамотности в Росатоме. Атомщики открыли юбилейный сезон игр «Что, где, когда». На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». 28 энергоблоков находятся в работе, в ремонте 8, один турбогенератор наш в ремонте. Нагрузка 24 тысяча 63 мегаватта, а это на 1307 выше плановых значений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2594 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 7 дней октября составила 371 миллион киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 13,5 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидерство руководителей, создание в коллективе атмосферы доверия и нетерпимости к нарушениям, эффективная коммуникация, стремление каждого к постоянному совершенствованию. Это основные направления, на которых атомщикам необходимо сосредоточить усилия для повышения уровня культуры безопасности на предприятии. Об этом шла речь на заседании Совета по культуре безопасности, которая состоялась 3 октября под руководством директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. Для атомной энергетики культуры безопасности особое понятие, которое объединяет в себе постоянное стремление к достижению высокого уровня безопасности и формирования внутренней потребности каждого участника производственного процесса, выполняя свою работу в сроком соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Это не только вопрос сохранения личного здоровья и работоспособности персонала, но и обеспечения надежной, безопасной эксплуатации такого высокотехнологичного предприятия, как атомная станция. Как подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, культура безопасности требует особого внимания и особой вовлеченности всего персонала. На Смоленской АЭС реализуется целый комплекс мероприятий по совершенствованию культуры безопасности. Это система наблюдений за тем, как персонал использует инструменты предотвращения ошибок, инструктажи, обходы рабочих мест, наглядная агитация, специализированные совещания, самооценки и перекрестные аудиты, изучение опыта эксплуатации. Организовано психофизиологическое сопровождение и обратная связь. Особое внимание обучению персонала. Разработаны и внедрены специализированные программы для подготовки персонала станции, а также подрядных организаций. На станции действуют 66 уполномоченных по культуре безопасности. Они – помощники руководителей подразделений в развитии этого направления. В декабре в концерне «Росэнергоатом» пройдет итоговый день культуры безопасности, на котором определят лучшие АЭС в этой области. При подведении итогов будут учтены достижения станций за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019. Сейчас готовятся отчеты, которые будут рассмотрены экспертной комиссией эксплуатирующей организации. Смоленскую АЭС с экскурсионным визитом посетили работники Брянского электромеханического завода. На действующем энергоблоке номер один они побывали в машинном и реакторном залах, посмотрели главные циркуляционные насосы, а также познакомились с работой блочного счета управления на полномасштабном тренажере. Гости отметили, что от посещения Смоленской АЭС остались самые положительные впечатления. Мне очень интересно, организация впечатляет. Очень все упорядочено, логично очень и поражают масштабы. Собираясь сюда, я понимала, что это будет режимный объект, здесь будут очень высокие требования по охране труда, и мне, как представителю правкома, было это интересно. Я иду, мне нравятся стенды, картинки, мне нравится организация, спецодежда. Мы задаем вопросы, и нам отвечают, и мы понимаем, на каком высоком уровне здесь все организовано. Для себя отмечаю, что да, многие вещи хотел бы принять и для нашего предприятия. По инициативе Центрального аппарата концерна «Росэнергатом» на предприятиях отрасли с 30 сентября по 4 октября прошли тестирование на знании правил русского языка, приуроченные к Международному дню грамотности. В прошлом году в таком тестировании приняли участие 140 сотрудников Смоленской АЭС и подрядных организаций. Самыми активными оказались санаторий-профилакторий «Лесная поляна», учебно-тренировочное подразделение и административно-хозяйственный отдел. 3 октября в конференц-зале административно-бытового корпуса Смоленской АЭС работникам предстояло за отведенное время отредактировать текст, связанный с деятельностью госкорпорации «Росатом», вставить пропущенные буквы в слова, запятые в предложения, раскрыть скобки. В ближайшее время будут подведены итоги и определены победители. В Десногорске состоялся открытый турнир Смоленской АЭС по игре «Что, где, когда», посвященный Дню работника атомной промышленности. В игре, открывшей юбилейный 10-й интеллектуальный сезон, приняли участие 22 команды, почти 150 игроков. Интеллектуальный поединок был организован клубом 3000-х при поддержке профсоюзной организации и администрации Смоленской АЭС. Всем победы и удачи, а самое главное – получить удовольствие от сегодняшнего и других игр, которые будут проходить впоследствии. Всем удачи и вперед! Уже десятый раз мы встречаемся в этом зале. С каждым сбором, с каждой игрой вы все больше приобретаете опыт. Спортивный вариант игры «Что, где, когда» включал в себя 4 тура по 12 вопросов. Минута – на обсуждение, 10 секунд – на передачу ответа членам жюри. Юбилейная игра оказалась особенно азартной и динамичной. Впервые в истории Десногорского интеллектуального движения она прошла по новой системе разбивки команд на лиге. По итогам сезона 2018-2019 годов были образованы три лиги. Высшая, в которую вошли 6 команд с максимальным рейтингом, первая в составе 9 команд и вторая – лига новичков. Итоги подводятся в каждой лиге отдельно. В результате первое место высшей лиги, 37 правильных ответов и 48 возможных, заняла сборная команда Смоленской АЭС – три тысячных. Капитан команды – Владимир Журавлев. В первой лиге первого места заняла команда Смоленск АТОМ Техэнерго – 42, капитан Ольга Блиновских. Среди второй лиги заслуженную победу 26 баллами заняла команда УПС – капитан Евгений Червяков. Победители и призеры получили губки, медали и книги. Все команды получили дипломы участников интеллектуального турнира. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok